Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор. Мне очень часто задают вопросы по поводу сборки из процессора i3-6100 и видеокарты GTX 950. Хотя я довольно много тестов провел в этой конфигурации, но в каждом прямом эфире, в каждой трансляции на Твиче, в комментах ВКонтакте и почти в каждом видео спрашивают, а нормально ли это сборка. Ну, раз уж мне выдался такой случай, громко и для всех заявляю, что эта сборка отличная по своей цене и производительности. Но это если говорить о чисто игровой производительности и тестов, подтверждающих это на YouTube огромное море, в том числе и несколько из них есть на моем канале. У i3-6100 замечательная производительность на ядро, плюс есть гипертрейдинг, поэтому в принципе процессор работает как четырехпоточный и для многих игр этого достаточно, то есть вы не встретите жутких фризов, как на чисто двухъядерном пентиуме, неподгруженных текстур и прочего. Плюс видеокарта GTX 950, тоже отличный выбор за свои деньги, стоит она около 12-13 тысяч рублей и позволяет вам поиграть во все современные игры с Full HD разрешением с настройками, близкими к высоким. При этом и фреймрейт будет довольно высоким. Если мы говорим о чем-то простом, вроде, ну, графически простом, я имею в виду, вроде Dota или Counter-Strike, то там, естественно, можно играть на ультрах и фреймрейт будет зашкаливать за сотню. По большому счету это становится возможным, потому что Full HD разрешение начинает устаревать. И топовые видеокарты, да и даже середнячки уже целятся куда-то в сторону 4К гейминга, ну, или хотя бы в сторону мониторов с разрешением 2560 на 1440. Поэтому даже младшие решения в линейке способны справиться с большинством требовательных игр с Full HD разрешением с очень высокими настройками. И GTX 950 это один из ярких представителей. Но, как я уже сказал, с чистой игровой производительностью все понятно, все уже давно протестировано, поэтому в этом выпуске я хочу провести довольно нестандартные тесты, посмотрим, как эта сборка проявит себя в стриминге. Постримим разные игры с разным требованием к железу, что-то будет больше нагружать процессор, что-то видеокарту. То, что эта сборка со стримингом справится, я, в принципе, не сомневаюсь. Меня больше интересует вопрос, сколько кадров мы потеряем и не появятся какие-нибудь микрофрезы или прочие мелкие неприятные моменты. Стримить будем в HD разрешении по нескольким причинам. Первое, для Full HD все-таки заведомо маловатая мощность у этой сборки. Второе, у нас в офисе интернет просто не позволит нормально отдавать видеопоток с Full HD разрешением, потому что здесь у нас всего 10 мегабит на отдачу в лучшем случае, и это стоит очень дорого, и это особенности офисной жизни. Так что стримить будем в 720p с битрейтом в 4000 килобит в секунду. В итоге получится довольно приемлемая картинка. И по железу, как вы видите, видеокарта GTX 950 в исполнении Asus Strix, материнская плата Maximus Hero 8, для i3 безусловно перебор, но у нас нету более мощных скалейков пока на руках. Верю, что в скором времени появятся, и мы сможем раскрыть их потенциал полностью на материнской плате такого уровня. Тем не менее, Maximus Hero 8, в который будет установлен i3-6100, будет стоять 8 гигабайт оперативной памяти, игры будут запускаться с корсаровского SSD-шника на 200 гигабайт, и для этого теста мы не будем использовать никаких внешних карт видеозахвата, то есть все будет обрабатываться, захватываться и отправляться в интернет силами исключительно вот стандартного железа. Ну и давайте перейдем, наверное, на мой рабочий стол. Сейчас соберем открытый стенд, ну и посмотрим на процесс тестирования и на результаты. Ну что ж, вот так выглядит наш сегодняшний тестовый стенд, тестовый стол. GTX 950 в стриксовом исполнении, Asus Maximus Hero, в котором стоит i3-6100, 8 гигабайт оперативной памяти, там блок питания с жестким диском, но вы его, скорее всего, не видите, точнее, с жестким диском, с SSD-шником, и два монитора, то есть сетап прямо вот подготовленный под стриминг. Здесь у меня открыт сейчас в данном случае диспетчер задач и Xplit, в котором вебка, ну и потом будет окно игры, чтобы можно было мониторить. Ну и, по идее, на второе окно, на второе монитор я обычно вывожу чат, какую-то статистику, может быть, окно браузера открыто, в общем, вот, это такой чистый утилитарный монитор, и на нем стоит вебка. На этом мониторе будет происходить вся основная движуха, то есть сама игра, и да, это Zoom, наш портативный рекордер, как-то я его спойлерил, но обзора еще на него не было, как ни в другой раз, и он стоит на так называемом гибком штативе, но тоже не сегодня об этом поговорим. Что мы сейчас делаем? Сначала я запущу несколько игр без стриминга, вот просто как есть на этой системе, чтобы получить базовые показатели. Игр будет четыре, это Counter-Strike, Dota 2, GTA 5 и Rainbow Six Siege. Запустим, поиграем и посмотрим, что нам покажет MSI AutoBurner и Fraps, который, как обычно, будет в правом верхнем углу просто в качестве счетчика работать, он не записывает видео, а просто показывает количество кадров в секунду. Посмотрим, что мы получим вот в таком чистом режиме, и потом повторим эти тесты уже в стриме куда-нибудь в интернет. Ну, поехали. Начинаем с Counter-Strike, Full HD разрешение, ультра настройки. Знаю, что никто так не играет, но тем не менее. Будем тестировать в реальном мультиплеере, увидите фреймрейт. Знаете, что можно понизить настройки до минимальных и получить заветные, там, 300, 900, миллиард, сколько вам нужно кадров в секунду. С такими настройками в мультиплеере, в гонке вооружений, с реальными людьми, не с ботами, мы получаем от 70 до 120 кадров в секунду. Второй тест это Dota 2 с Full HD разрешением и практически с максимальными настройками. Тут мы с Оскаром симулировали реальный мультиплеер, то есть, чтобы тест был без ботов. Боты создают какую-то дичайшую и нереальную нагрузку на процессор. В общем, мы сконнектились по локальной сети, но при этом включили читы, чтобы можно было нагрузить сцену. Ну и, как видите, по фреймрейту. В спокойных ситуациях он держится на уровне 100 кадров в секунду. Если сцену нагрузить эффектами, то фреймрейт может просесть где-то до 70-75 кадров в секунду, что очень даже играбельно, и в крайнем случае у вас также остается возможность настройки опустить. GTA 5. Full HD разрешение, настройки это смесь высоких и стандартных, фреймрейт при этом держится стабильно около 60 кадров в секунду и проседает до 40, если только очень много взрывов будет в кадре. Но опять же, сейчас включено двухкратное сглаживание, его можно в любой момент отключить и получить несколько дополнительных кадров. Ну и, в принципе, тут остается пространство для маневров с настройками, так что показатели очень даже неплохие. И, наконец, Rainbow Six Siege. Full HD разрешение, но настройки графики практически минимальные, все-таки с трудом эта игра дается 950-му GTX-у. Единственное, что я поднял, это качество текстур, дальность прорисовки и анизотропную фильтрацию. Все остальное, в принципе, на минимуме. Фреймрейт получился довольно приемлемым, с некоторыми просадками до 45 кадров, но в основном он держался на уровне около 60 и иногда поднимался даже до 80 кадров в секунду. Ну что ж, базовые данные мы получили. Теперь будет с чем сравнивать итоговые показатели. Я уже запустил как бы трансляцию, то есть, ну, все на самом деле транслируется. Вот X-Split, вот YouTube. Все это дело сейчас транслируется на лайв-канал, но в закрытом виде, то есть доступ к трансляции есть только по ссылке, и эта трансляция не будет сохранена, потому что она будет состоять просто из разных тестовых кусков, может быть, с огромным количеством пауз и моего задумчивого лица. В общем, конкретного интереса для просмотра, ну, в виде прямой трансляции она не представляет, поэтому она и закрытая, собственно. Но вот уже 5000 с чем-то кадров отправлено, есть даже нагрузка на процессор. Сейчас он, судя по диспетчеру задач, нагружен на 50%. Ну и давайте посмотрим, как это скажется на итоговые показатели фреймрейта, получится ли в конечном итоге нормально постримить. Начинаем все с того же Counter-Strike, напомню, какой метод тестирования и стриминга. Настройки все те же, которые были и в первом прогоне, то есть Full HD разрешение, ну и дальше по списку. А в настройках X-Split уже стоит 1280 на 720, и битрейт 4000 кбит в секунду. Как вы могли заметить, на графике в диспетчере задач, или в углу в показателях MSI AutoBurner, процессор загружен на полную. И, к сожалению, это сказывается на геймплее. Несмотря на то, что фреймрейт, в принципе, неплох, хотя мы уже потеряли около 10 кадров в секунду, по сравнению с этими же настройками, но когда мы просто играли, не стримили. Но теперь еще и появились некоторые подлагивания и микрофризы. Я надеюсь, что их на видео видно. Это очень сильно ощущается, и, естественно, очень мешает играть. Попробуем опустить настройки, но, к сожалению, это ничего особо не дает. Может быть, появляется прирост в пару кадров в секунду, но микрофризы, к сожалению, никуда не деваются. Все-таки они возникли из-за того, что большая часть нагрузки сейчас легла на процессор. А вот Dota 2 в этом плане очень даже порадовала. Да, мы потеряли около 10 кадров в секунду по сравнению с предыдущим тестом, но зато никаких микрофризов. И фреймрейт даже в очень нагруженной сцене держится на уровне 60-65 кадров в секунду, что очень даже играбельно и смотрибельно. Да, кстати, запись мы ведем через ShadowPlay, и он съедает около 2-3 кадров в секунду, но не более того. Мы пробовали включать, выключать, и решили, что это все-таки самый удобный способ для захвата видеоматериала. Через ShadowPlay, по идее, также можно и стримить, разгружая тем самым процессор, но зато это вам не даст такой настраиваемости, как Xplit или OBS. То есть никаких дополнительных окон, плавных переходов, всплывающих текстов с донатом, в общем, всех прелестей стриминга. Хотя, может, нам действительно стоит уделить ShadowPlay полноценный отдельный выпуск, но, естественно, в другой раз. Сейчас идем дальше. Дальше у нас GTA V, и тут все очень плохо. GTA V очень требовательная к процессорным ресурсам игра, и если ваш процессор слабоват, у вас будут фрезы, зависания, неподгруженные текстуры, и, в общем, вот все, что вы сейчас видите на экране. Я уже показывал, что i3 очень даже неплохо тянет GTA V, но при этом нужно помнить, что в GTA он сам по себе уже нагружен на 100%. А стриминг добавляет еще примерно 50% нагрузки, и получается, что процессор просто не успевает обработать всю необходимую информацию. Поэтому мы и видим такие вот проблемы. Поиграть в GTA V на этом процессоре можно без проблем, а вот постримить ее уже нет. Ну и в Rainbow Six Siege похожая картина. По счетчику фреймрейта мы видим вроде как неплохой результат, около 40 кадров в секунду, но сама игра выглядит и чувствуется так, как будто бы она выдает еле-еле 12-15 кадров в секунду. То есть все происходит с очень ощутимыми рывками, тут передвигаться сложно, не то что там целиться или стрелять, да и смотреть на происходящее с такими подтормаживаниями не очень приятно. И естественно, как и в Counter-Strike, сброс настроек никоим образом не помогает. Ну что ж, какие из всего этого можно сделать выводы? Сама по себе сборка из процессора i3-6100 и видеокарты GTX 950 для игр вполне неплоха и по цене, и по производительности. Но вот для стримов не очень подходит. То есть вы можете постримить что-то очень простое или очень классическое, там Half-Life 2 или тот же Hearthstone, ну или сделать просто разговорный прямой эфир, как мы с Игорем, например, когда собирали сборки или когда обсуждаем новости. Для этих целей система пойдет. Но вот если вы хотите постримить ту же GTA 5 или Assassin's Creed или Rainbow Six или любую другую требовательную игру, особенно если игра требовательна к процессору, i3-й совершенно не справляется. Несмотря на то, что у него 4 потока, и в играх они себя проявляют очень даже неплохо, для стриминга этих ресурсов недостаточно. Что можно сделать, чтобы эта система стала более пригодна для прямых эфиров? Ну, тут два варианта развития события. Либо купить карту захвата, которая будет перехватывать сигнал с видеокарты и отправлять его уже непосредственно в интернет, соответственно, разгружая процессор, ему не придется заниматься перекодировкой и отправкой. Но это, естественно, добавит к сборке порядка 10 тысяч рублей. В принципе, альтернативный вариант – это купить более мощный процессор, тот же i5 или даже i7. Но это, естественно, уже во многом зависит от вас, от вашей ситуации и от ваших потребностей. Мне теперь интересно сравнить i3 Skylake с i5 Skylake и с i5 Haswell именно в стриминге, ну и потом, может быть, в рендеринге. Но это, естественно, в следующих выпусках. На этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание. Надеюсь, что эта информация была для вас интересной, полезной. Если так, то подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, заглядывайте в описание, там есть ссылки на актуальные цены на эти железки, на нашу группу ВКонтакте, на Инстаграм, где спойлеры раньше всего появляются. Туда обязательно загляните, и если понравится та движуха, тоже вступайте, подписывайтесь, и увидимся с вами в новых выпусках. Пока!